вообще запертая дверь допустим друзья всем море приветов не птон здесь давайте же дальше приходить игрушку мира фордж зеркальная кузница кузница выковывающая реальности и мы сейчас как раз таки в самом эпицентре этих событий несколько реальностей порой ужасающих перемешались а я между ними путешествую через зеркала только что мы вот пришли отсюда там были довольно жуткие события и я вышел видимо опять в этот комплекс где-то в горбурге засветил и ученых они от кого-то здесь защищались вот ставили баррикады кто-то ломился давайте разнюхаем через к чему чё почем и где же наша джил долгое такое знаете вступление делать не буду что прям полностью все не не пересказывать так нам похудел сюда электрощиток не работает на удивление здесь мог боже на удивление здесь почти нет крови возможно битвы здесь не происходили так вот так знаете так неудобно стоит что вот так вот из-за поворота его видишь и все равно как-то немножко не по себе здрасте вот что бывает когда ты немножко подопьешь да вырезаешься в стену головой а порой застреваешь не работает дверь странно очередное зеркало что за черт мир дезинсинге уорки не походе зеркало больше не работает но очевидно почему но разбитое разбитые зеркала могут тебя привести вообще хрен знает куда и добро пожаловать опять жуткий мир игра сохранена я уже слышу эти неприятные забывания смысле что-то где-то открылась здесь я слышал звук такой чик чик алло а вот это может быть дверь боже не заметил я третью дверь знакомые нам уже солен хиловские декорации да вот знаете игрушки местами реально напоминает сален хилл эта реальность мне не по душе мне нравится ман привычная реальность там где квартиры там где город улица и прочее это очень странная весьма реальность не знаю чему она принадлежала и родная ли это реальность тех тварей которые отсюда ко мне пришли ну понял понял может значит какой-то вентиль найти да чтобы перекрыть пар здорово мужики киева стрёмные боже смотреть боже мой так еще один таблетки у меня просто знаете у меня 13 таблеток я не знаю куда я девать куда их пихать мне аптеку открывать свою и толкать их за полцены потому что ты чё дерешься ты чё падал дерешься так ладно так как-то их обижать блин есть эта штука запертая все к чертям перезапирали ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй здрасьте ты четыре с половиной тысячи лет до нашей эры подождите как картин картинность была написана очень очень давно очевидно что это не не на земле происходило действие скорее всего в другой реальности на другой планете дали достижение кстати для это дело а вот и вентиль дошли в клубе да теперь можно вернуться и видимо там пройти твари тихо 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 его тут не деритесь заберем опа шо и почему именно я нашел эту шняшку что-то сейчас обратил на это внимание я помню этого чилов с клетки на башке мы не однажды ловил так вот видимо здесь были ученые когда-то да а в нормальном мире в нашем настоящем где горбург там еще и военные подключились пытались заразу остановить на них ничего не вышло но почему только мне посчастливилось найти вот эту вот крутую шняшку печать нора которая мне реально помогает читается разные воспоминания отпечатки присутствия других людей вот там там что-то блестит он ведь а за решетки так а можно пройти как они загнули вот эти статуэтки я так понимаю что они вообще для для сюжета они не важны то есть они иногда расположены таким образом что их можешь пропустить возможно это просто усиливает мою вот эту печать нора но для сюжета не обязательно мы воспользуемся молекулярной энергии джил чтобы сбежать из этой реальности да я знаю знаю что это ее убьет но у нас нет другого выбора если культисты доберутся до нее демон не просто полностью опустошить наш мир он поглотит мультивселенную так по крайней мере она умрет за достойное дело спасет то что от нас осталось жизнь подожди там казалось листочка это просто белое пятно жесть нашу джил хотят принести там в жертву ради чего-то а что подождите а что в ней такого но уникального почему именно она должна остановить демона этого или кого-то сектантов культистов опять этот символ я же неоднократно его видел на разных листьях бумаг на шоу герой на руке щеку это странный символ помните что это она на ки боги и древние месопотамии цивилизация за три тысячи с половиной лет до нашей эры боги межпространственные существа короче наш герой не совсем понимает как я на самом деле ну типа инопланетяне кто такие анунаки это типа боги которые могут перемещаться или могли перемещаться между мирами правильно путешествовать для этого видимо им нужны были разные какие-то артефакты и наши видимо людям конкретно тут богате и помните на котором мы читали уже в прошлых сериях он по ходу дела по ходу нашел какой-то артефакт из этих древних людей который раньше принадлежал им и он ведьма его использовал чтобы путешествовать видите вот по путешествовали мы замечательным натворя натворили какую-то дичь который мужик старый передун км какой-то хрень делала на страшные время станок короче женские таки и ноги с чулками. И туфли. Где она? А, она появилась просто. На другом месте. Так, прыжок Веры. Ну, посмотрите. Ну, что это? Это ужасно. Она меня... Она меня забила своими каблуками. Бежим. Вот теперь не оглядываемся. Ну, оглянуться-то, конечно, можно. Сейчас посмотреть на прекрасное создание. Но не больше. Ай-яй-яй. Я сейчас... Боже, дали достижение. Я сейчас напрягся. Дверь не открылась. Я думаю, ну хана. 2003 год. Год, когда я проснулся и ничего не помнил до этого. Бумажник в моем кармане указывал, что меня зовут Томас Джексон. Каким-то образом я разбирался в медицине. 2003 год. А помните, до этого был 2021 год? День, когда... Ну, время, когда наш герой узнал о том, что его девушка Джилл забеременела. Потом случилась авария, они разошлись, он стал спиваться, потирал работу. Знаете, я думал почему-то, что эти цифры, они особо ничего не значат. Но, видимо... Они означают некое путешествие героя в своем прошлом. И чисто в теории сейчас мы пойдем туда. В то время... О, боже. Кольца новорожденного на каждом когте. Кровь ангелов капает мне в пасть. Вечные крики нерожденных. Вырванные из эфира, прежде чем принять форму. Такие вещи обычные мучения. Истинное опустошение гораздо коварнее. Знаете, я... Все это дело перевожу, конечно, вам. Но, если честно, я... Половина не понимаю из того, что она бармучит. Это что-то, знаете... Что-то выше... Понимания. Возможно, в этом есть смысл. Но нам его, видимо, не дано понять. Так вот. Это год, когда наш герой, по сути, потерял память. Или заново родился. У него началась амнезия. До 2003-го... Мы ничего не помним. Возможно, именно здесь и произойдут какие-то важные события. Выход. Который пролит свет на происходящее. Что у нас в шкафчике? Книжка. Но это не то, что мне нужно. Так, нужно изучить коридоры. Найти, что произошло в 2003-м. Боже. Почему мы даже думаем о том, чтобы сделать это снова? В прошлом зеркальная кузь не соактивировалась три раза. И каждый раз, когда реальность рушилась, сюда прорывалась какая-то хрень. Это грёбанное безумие. Так, это были из радио. Сообщение. Чтобы увидеть путь вперёд, ты должен посмотреть назад. Ну, то есть, чтобы я, видимо, смог жить дальше, да и мне нужно разобраться в прошлом. Что же здесь, блин, случилось? Так, это, типа, мои старые апартаменты, хотя не похожи. Но где-то здесь должны быть ответы, судя по всему. Поверни время вспять к тому времени, которое ты помнишь. И опять этот символ, видите, снизу. А какое время я помню? Ну, то есть, наш герой. Ну, получается, 2003-й он помнит, а всё, что до этого, он не помнит. Опять этот клетка головой пожирает какого-то другого пчелика. Так, я вижу, что третки. Это приятная новость. Заперты. Рупильник не активировать. Здрасте. Мозги в клетках? Воу. Сайби. Оковы времени. Оковы пространства. Моя собственная коробка. Нет выхода. Нет новой агонии. Я должна найти спасение. Опять же, понимаете, как хотите? Какие-то фразы вырваны, как будто из контекста. Мозги в клетке. Нормально. Это лампы. А, путь назад освободился. Смотрите-ка. Эй, эй. А ну, иди сюда, ты маленькая. Так, мы нашли эту девчонку, которая обещала мне... Обещала мне, что покажет выход отсюда. Если я принесу ей фотографию, я принес, а она, типа, это самое. Нихрена мне не помогла. Она меня обманула. Так, это что, типа, подсказочка, да? Поверни, говорит, время с пять. Там стрелка на девять. Это здесь? А как ее... менять? Странные старые часы, да? Будильник. И тут только минутная стрелка. Окей, как... Как повернуть-то? Так, здесь, собственно, часы я вот нашел. И с ними можно, видимо, взаимодействовать. А девять было... На часах или на секундах? Ой, на минутах. Так, ладно, пофигу. Давайте часовой сделаем на девять. Вот, девять. Нет? Нет, не то? А значит, все-таки это... Стрелка... Вот тут вроде... А, ну это часовая стрелка. А это... Минутная. Там короткая, а здесь длинная. Нам нужно сопоставить их, точно. То есть девять часов... И получается тридцать пять минут. Как-то так. Вот первое, что мне пришло в голову. Давайте делать... Длинную стрелку на тридцать пять. Так. Давай. Тридцать... Пять. О! Что-то вроде... Произошло. Или нет? Или это совпадение? А, дверь открылась. Так, 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 подожди. По-моему, открылась с другой стороны, да? Там, дальше. Да. Вот здесь. И, собственно, ради чего все это было... А, воспоминания. Еще какая-то коробка. И... Вот оно. Как я могла быть такой слепой? Все было написано на древних шумерских табличках. Они верили, что это божественная сущность. А мы знаем, что это межпространственное существо. Вездесущее и всемогущее. Ты о ком? О чем-то жутком, живущем вообще везде? То есть... То есть... Главная проблема... Какое-то нечто сущее. Нечто божественное, которое может спокойно... Выглощать пространство и путешествовать между ними? То есть проблема не в мясе вот в этом ходячем? Которая хлынула из какой-то реальности в наш мир? Или перемешалась с нашим миром? Ладно, разберемся, думаю, что дальше. Но при чем здесь моя Джилла, а? При чем здесь моя Джилла? Что в ней такого? Единственное, что в ней действительно было необычно, вы помните, это то, что она смогла забеременеть. Хотя... Физиологически, я так понимаю, что... Она не могла это сделать. Мота. Что за... Так. Что это у нас тут? У нас тут есть опять наши, видимо, семейные какие-то фотографии. Это, видимо, Джилл. И, смотрите, тут рука. С печатью. Прямо как у нашего героя. Каменная фигура. Я ничего с ней не могу сделать. О, боже. Глаза. Опять пересечение реальности по ходу дела. По-моему, коридор как-то изменился, или нет? Все-таки ты по длине стал. О, здрасте. А вот этого, по-моему, не было. Так, мне нужно найти остальные кусочки, да? Понятно. Где-то здесь спрятано еще три кусочка, или два. И там какой-то рисунок, или что-то типа того. Так, ну что, давайте искать. Я всегда любил в играх такой. Искать, проявлять внимательность. Опачки. Ну, явно должно быть больше, чем одна, да? Это подойдет? Нет. Это мы взять не можем. Главное, чтобы они были хоть немножко посвечены, потому что очень много деталей. Ну, кажется, как будто бы. А сколько их всего? Найдем другие фрагменты рисунка. Как вы написали, сколько их? Может, я уже все нашел? Так, холодильники пусто, как и в моем реальном. Ну, возможно, две. Все-таки нужно. Погнали обратно. Там было три значка руки. То есть один отмечает уже положенную картинку, два других возможны. Так. И что? Это не сюда? И все-таки, да, их все-таки три должно быть. Ну, погнали тогда искать еще одну часть. О! Далеко идти не пришлось. Был в шкафчике. Что это? Странный скетч. Это пожиратель реальностей. Анунаки заперли его в вечной тюрьме. Но ключ от этой тюрьмы мог нести только человек. Кто-то особенный. Кто-то настолько особенный, что это выделяет их как одиноких мультивселенной бывает не очень часто. Эта штука, она чуть не разрушила эту реальность. Не дайте этому возможности сделать это снова. Так. Значит, анунаки, какие-то древние боги. Заперли что-то ужасное. Что-то, что пожирает реальности в какую-то клетку. А ключик от клетки у какого-то особенного человека. Правильно? И, короче, нам нужно не выпустить этого демона из клетки. Как я понял. А это это не эту клетку нашли? Люди, когда копали-копали. Или они что-то другое нашли? Я не совсем понял. Ну, в общем, дерьмо произошло. Дерьмо случилось, да? А, дверь открылась. Теперь можем идти дальше. Книжка. Забавные картины. Вот реально, как будто реальности перекрещиваются, потому что с одной стороны очень необычные стены, вообще окружение, а с другой стороны вроде как привычные картины, книжки. Так, слишком ярко, чтобы нормально перевести. Ну, как-нибудь... О, фонарик выключу. И может спокойненько дело перевести. Я был молодым дураком, когда впервые он посадил меня в тюрьму. Изгнан на 503-й слой бездны. Торре-мур. Моим возлюбленным. Возлюбленным. Что? А пишет кто? Парень или девушка? Возлюбленным. Он запер меня. Возлюбленный он. Значит, скорее всего, пишет девушка. Не совсем понятно. Ладно. Короче, меня... Я была молодой дурой, когда меня впервые посадили в темницу. Изгнали куда-то там туда. Моим возлюбленным. Тот, о котором я вообще не мог... Не могла подумать, что он может меня предасть. Я вонзила когти в плоть титанов. Сделала из их спин лестницы и поползла к спасению. Я была голодна. Я была очень голодна, что потеряла бдительность. Они заперли меня на моих же собственных пастбищах. Но на этот раз я не перестану смаковать агонию. Не останется никого, кто может изгнать меня в третий раз. Да? То есть, подожди, пишет тот, кто был заперт. То есть, та сущность? Ладно, не совсем. Может быть, правильно перевел? Меня звали, типа, у меня было много имен. Лили, что-то там, что-то там. Ламашту. Но только семь из них типа настоящие, как я понял. Семь настоящие. Семь смертных грехов, то есть, типа, похоть, обжорство, вот это вот все, да? Настоящие имена этого, этой сущности. Ну да, и голос такой, знаете, как будто женский и всю игру меня пугает. Значит, все-таки это было послание от того божества женского, которого, которое заперли. Сейчас оно, возможно, освободилось, да? Зашибись. Заперты. А, винтик какой-то. Хм, я вижу, там еще одно зеркало. Тихо, 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 тут убегает. Или мне показалось? О, тут появилась это, плоть. Реальность опять искажается. Ну, а зеркало вроде как работает. Вау. Где? Вроде мир нормальный. Игра сохранена. Там какой-то хрен. Томас? Какого черта ты здесь делаешь? Извини, чувак, я не пытаюсь тебя потревожить. Я просто хочу добраться до чего-то, что называется кузницей. Подожди, откуда ты меня знаешь? Ну, конечно, ты не вспомнишь. взрыв зеркальной кузницы, барьер перехода к другим измерениям сильно влияет на ваш разум. Но как-то... Как вот ЭМП влияет на электронику? Вы ничего не помните из своей прошлой жизни? О чем ты, блин, говоришь? Ты родился здесь, Томас? В этом измерении? Вы были частью проекта зеркальная кузница. Ты был нашим доктором. Ого. Анунаки. Боги 3500 лет в нашей эре, древние Месопотамия, межпространственные всемогущие существа. Когда зеркальная кузница была активирована, мы вызвали трещину в мультивселенной, и мы облажались. Да уж. Подожди, значит... Ну, точнее, это было похоже на молоток, пробивший трещину в темнице первобытной демонессы. Вот он, та сущность. Ламашту. Пожирательница реальностей. Анунаки заперли ее. Единственный способ открыть клетку это ключ. Ну, или просто вдавить ее измерение в наши, пока не откроется достаточно много щелей, чтобы она могла проскользнуть сквозь них. Откуда ты все это знаешь? Я не могу понять, как ты получил знак Ану, первичного бога, наложенный на твою ладонь. Это ключ, который открывает ее тюрьму. Если она заполучит тебя, не только эта реальность, но и все реальности будут поглощены ею. Вау, вау, погоди, погоди. На секунду, притормози, я попал в автокатастрофу два года назад. Хм. Да неужели? Ты видел когда-нибудь такой шрам? Так похожий на... клинописный символ Ану. Томас? Интересно, почему ты оказался, казалось бы, можешь прыгать по измерениям, а? Нет, нет, это знак Ану. Это объясняет, где ты был 20 лет назад. Я честно думал, что ты умер. Откуда ты все это знаешь? Откуда мне знать, что ты неочередной трюк? Я знаю, потому что я был там. Мы были когда-то друзьями. И учитывая обстоятельства, рад тебя видеть, Томас. Но послушай меня, ломай, что не должна тебя найти. Посмотри, что она сделала с нашей реальностью. Это лишь часть ее истинной силы. Но она не сможет полностью сбежать без метки Ану. вернись сейчас же. Я не могу этого сделать. Они забрали Джилл, женщину, которую я люблю. Я поклялся защищать ее. Я однажды облажался. Я не позволю ей снова страдать из-за меня. Когда-то ты был готов пожертвовать всеми нами ради мечтаний какого-то сумасшедшего. А теперь ты собираешься пожертвовать всем миром ради какой-то женщины? Я все еще могу спасти ее. больше это не обсуждается. Вот Томас, которого я знаю. Возвращайся тем путем, которым пришел. Этот путь заблокирован. И Томас, ну, может быть, лучше тебе не вспоминать? Так, подожди. Он хотел мне что-то сказать. Он хотел мне что-то сказать, но сказал, что лучше бы я этого не вспоминал, да? В итоге он нифига не сказал. Вау! Значит, смотри, друзья, мы отчасти были правы. Мы работали доктором, мы работали на того богатого чувака. Я был участником этой кузницы зеркальной. Я проводил эти эксперименты какие-то докторские и прочее-прочее. Я был ученым, доктором, занимающимся по большей части людьми. И что-то пошло не так. И у меня вот эта отметка на руке, это и есть ключ, который отпирает клетку этого древнего бога, точнее, богини. Она же вроде как женщина. И она пожирает реальности. Вот что она имеет в виду. Когда говорит, что типа я взял что-то у них. У меня ключ. Каким-то образом у нашего героя появился ключ, который может отпереть эту злую сущность. И она, видимо, в отместку как-то, что-то как-то повлияло на Джилл, наверное. В общем, она, видимо, не совсем как бы еще вырвалась. Она слегка так вырвалась, как-то влияет на наши все реальности, но полностью их поглотить пока что не может. Пока у меня ключ. Пока я не в ее владениях, в ее лапах, да? А это наш друг, с которым, возможно, мы в прошлом работали вместе. Вот теперь уже все встает на свои места. А Анунаки это древние какие-то боги, которые пытались эту мега крутую космическую стерву запереть. И у них получилось, если бы не люди в нашей земной реальности не натворили столько дел, да? Ну, более-менее понятно. Так, что, теперь обратно пойдем? А, там двери открылись, кстати говоря. Так, это все на месте. Статуи. Интересно, а что означают вот эти черные статуи? Ну, в какой они реальности? Игра сохранена? Ой-ой-ой-ой. О! Открыто? Там что-то за стеклом жутковатое. Или это... А, это картина. Боже. Да. Казалось, сначала кто-то смотрит. Жутковато, не спорим. Есть таблетки. В мою аптеку. Так, в шкафчиках вроде бы... Некоторые шкафчики можно открывать. Но это, по сути, бессмысленно. Боже. Пауки, но при этом они звучат как будто, знаете, как будто новорожденные плачут. Можно же прыгать по этим... Ну, вы поняли, да? Вот так? Вот какой гребаный паук меня тогда напугал в первой серии. Я помню, помню, помню. Вот так ладно. Сейчас мы туда еще пойдем, да? Давайте мы здесь пробежимся. может быть что-то здесь? Для начала найдем. Заперто. Воу-воу-воу-воу-воу. Там сиди, давай. Не вылазь. А, кодовый замок, да? Ты не можешь бежать. То есть, ты не можешь сбежать, Томас. Кто-то мне говорит. Так, тут есть кодовый замок. Значит, нам нужен пароль. Боже. Это же мемная картинка, кстати. Вот так, помните? Этой хрени в темноте. Это, наверное, самая популярная картинка на тему крипипасты. Почему она здесь? Странно. Ну, возможно, разработчик в курсе об этой крипипасте и решил таким образом ее увековечить на картинах. Ладно, давайте вернемся. Там, видимо, нужно пропрыгать где-то среди пауков. Возможно, мы сможем найти пароль. Тихо. Тихо. Главное не упасть. Ай! Тихо. Что-то я так очканул. Да что он так... Че он так, блин, сильно прям... Что это? Шестеренка? Еще. И че? А! Скелец. В клетке. Так, окей. Хорошо, друзья. Ай, больно. И на кой хрен мне шестеренка? Вот одна вижу. А, должна быть вторая еще. Какие? Опять? 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 А, вон шестеренка точная. Так, тихо взяли. А, блин, ты почему не прыгаешь нормально? Все, отчетила. Да ладно, попробуй, ладно. Сделали. Небольшая задачка решена. Тут есть какой-то странный аппарат. Как будто качающий жизнь. А еще есть карточка. Чела просто в брюхе шестеренка. Так, игра с храни на карточку у меня есть. А где ее использовать непонятно. Хопа, хопа. Что здесь у нас было заперто на карточку? Кто-нибудь помнит? Так, меня неплохо так потрепали. Поэтому заживем таблетку. Карточка, карточка, карточка. Отсюда мы пришли. Дверь из карточки что-то я как-то я не помню. Это был пароль, по-моему. на карточке ничего не написано. Ёлки-палки. Это карточный замок, это не кодовый замок. Как-то я не обратил внимания, видимо, поторопился. Черт, Майкл. Все кончено. печать мура исчезла черт его знает куда она делась без нее мы сможем даже попытаться перепрыгнуть через измерения чтобы выбраться отсюда всегда есть сиделы сиделы и сиделы сидел это типа символ или сидел я не знаю что это такое если честно короче есть какие-то символы имеют следу на работаете вот символы возможно они помогают нам вообще людям путешествовать между реальностями скажем так без за печати у меня печать есть ведь вот она она сейчас потому что я увидим прикарманил в прошлом культист ломатшу культист ломатшу в горбурге это какой-то другой горбург или наш земной ладно эти поклоняются видимо кто поклоняется этой страшной ведьме то пожирает реальности правильно я не могу поверить что мы вообще думаем об этом если мы это сделаем мы ничем не лучше этих безумцев которые ей поклоняются избавьте меня от этой хажинской чуши если не схватят носителя метки то все для всех ломать что будет свободно мы просто хотим убежать в более безопасную реальность у нее стиме вообще-то это джилл и вы говорите об ее убийстве у нас нет на это времени нам нужно отвезти ее в поместье элдреда так что давайте выдвигаемся элдред поместье это там где все началось поместье элдреда этот чел богатенький который и заварил ты эту кашу то есть они везли джилл и ее оператор оттуда именно туда судя по всему каким-то макаром я вышел в метро да не слышу еще один шепот послушай томас я думаю я думаю что он нам лжет или лгал лгал нам я знаю что звучит безумно но с тех пор как мы впервые запустили эту чертову машину элдред помешался на том чтобы пробить эту завесу каждый раз когда мы это делаем все летит к чертям ты никогда не задумывался что именно он видит сквозь эти трещины ну или щели вот дело уже даже внутри коллектива все засомневались значит то письмо в какой в 2 серии помните где элдред этот богатенький писал какому-то доктору и говорит что доктор осталось влияние на людей он писал его мне он уже все свое влияние все свое доверие растерял потому что стал одержимым а вот я я у меня считали таким знаете нормальный видимо челом в команде вменяемым я был настроение людей вот они все ко мне обращались этот безумный богатей возможно пытался как-то заручиться моей поддержкой чтобы люди не разбежались и не знаю что придумал в итоге наш герой может специально себя забрал печать чтобы в итоге все это дело остановить но что случилось дальше с этим богатеем пока что непонятно о там статуэтка чё-то короче открылась мертвые мертвые тела я сказать два странно прозвучало мертвые тела а ну да скорее всего он еще не просто не просто вроде быстрее перезаряжаются он еще и вдобавок ну поражение у него радиус больше я здесь был или нет или все-таки мне в поезд топать или сюда здрасте ушел так надолго я скучала по твоему гнилому запаху по твоим голодным глазам я все еще чувствую вкус твоих страданий твои окровавленные руки ты можешь что-то как-то она вообще меня не любит самого начала я заметил что она говорил какую-то какие-то гадости про меня а он кстати люк есть это балка а ты кто на изображении джейкоба эрлдреда того богатея да вот это он был рядом тот повешенный чел помните на веревке сам саму первой серии его устами типа голове говорила это видимо божество причем здесь она уже была подписанная как там ее звали короче как какое-то у него теперь имя появилось раньше это просто был голос да загадочный мистический голос а теперь уже ее подписывают со своим именем так это нужно без фонарика читать чтобы я мог перевести 15 сентября девяносто седьмого года генеральный директор фирматоник джейкоб эрлдред начинает свой проект зеркальная кузница чтобы решить самую насущую проблему миром сохранение окружающей среды с помощью чистой возобновляемой энергии сообщается что зеркальная кузница эрлдреда использует запатентованную технологию для доступа к ранее неизвестным источникам источникам чего-то вот такие вот дела друзья его все любили распиарили как защитника природы ну во что это вылилось вы все можете наблюдать тут еще есть подозрительный компьютер что там так были солдаты была женщина возможно та из воспоминаний у нее были вроде как завязанные руки возможно она типа пленница была и на людей еще напали эти ну монстры твари так у нас то есть какая-то коробка куда ее нафига ее а там смотрите сейф есть какая-то книжка за решеткой и почему там детская кроватка не сюда ли она а сюда смотрите-ка ну там явно а вот еще есть доска так и вот это вот я вот это вот я ловкий циркач тире 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 тимпом пара по парам музыка из марио да так вообще заперта дверь допустим огромная голова была жесть так игра сохраняется эти подал питания теперь возможно поезда будут работать то есть это правильно что я туда изначально не заходил потому что они бы никуда не поехали вроде как не 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 ребят вот это вот это вы не нужны мне пассажиры классно это сделали по осветочку куда нам тут все таки много дверей пожалуй зайду подожди на может быть это нормально тут подсвечены может что-то а воспоминания точно я просто мне нужно просто сказать кому-нибудь если со мной что-нибудь произойдет просто знаете что я не сама это сделала окей так джейн джи а тут киджейн это просто сотрудница была вместе с нашим героем работали здесь почему они и тоже типа понимаю так понимаю взяли в заложники главное что дверь закрылась и ко мне вроде бы никто не идет хотел полечиться чем я прям так потрепал нехило закинулись опять-таки криповое создание собственно я знаете где-то в глубине души подумал что мы сейчас поедем на метро на поезде куда-нибудь ой 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 аккуратно бьющиеся сердце куча плоти мозги почему это реальность такая хотя наверное кто-нибудь из этой реальности пришел в реальность земную такие почему земная такая странные почему там нету плоти мясо сердец и мозгов что-то дела это неправильная реальность так и зеркала а это чё карта нет это не карты метро но нужно что-то запустить я не могу поверить что мы были так так неправы мы не просто подключались к бесконечной силе мы подключались к нечто с другой стороны что-то шепчет не могу поверить что я был настолько слеп Джейн была права Эрл Дредд ведет нас к проклятию а теперь она мертва так там что-то где-то открылось значит Джейн одно из первых кто засомневался в том что они делают ну и собственно они подключались они думали что они какой-то великой силе подключались да через возможно эту зеркальную кузнецу они подключались получается к чему-то живому финг он сказал к какой-то вещи к нечто а возможно не подключались напрямую к этой демонессе этой страшной которая была запята в клетке слушайте ну удивительно что она на нас как бы обозлилась игра сохранена ооо только не эти твари ооо что это ходячий прожектор понятно я думал что это просто лампа или фонарь нифига фонарь видите тут сделаны чтобы меня запутать это прожектор нечто живого похожего на роботизированного человека какой-то киборг с прожектором башкой пожирает всех так лестница есть нам нужно как-то решетку открыть и пройти нам видимо возможно туда нужно это хрень сидит там в дырке на потолке замечательно киньте мусор сюда хе-хе-хе так что нам нужно что нам нужно куда нам нужно пройти непонятно а нужно нужно мне пройти через открытую дверь по идее я уже прошел пока что у меня тихо тихо мне не нравится вот это вот у меня пока нет конкретной задачи вот твою мать какого лешего здесь происходит очень странное место кстати поблик метро а вроде как и не совсем метро перевернутые тачки нет здесь мы примерно ничего не найдем мы нужно ведемся отопать а меня не нужно вот этой фигни обманывать а вот он, вот он о чем телепортируется то внезапно появился и кому же не думаю что не будет так активно мониторить своим прожектором короче пацаны ходила нужно быть за за ящиками до отвернется мы проскочим не знаю засчитается вот нет не засчиталось за типа палевность идем вдоль ящиков я пока в тени давай отворачивайся тут ничего любопытного нет чувак серьезного другое дело прибежали нам нужно вот как отсюда да то есть всякие рубильники на толку от этого немного здесь большая красная кнопка моя слабость верно стал зеленый ну допустим решетка мы убрали да быть быть окей возможно какая-то шутки еще там открылась да возможно там где лестница или этих тихотих тихотих тихо тихо блин чувак в другое место и девочка как он как он как он хаотично это делает непонятно давайте сюда уже там сюда и нужны теперь сюда не светит куда-куда-куда-куда топать 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 его не ножками то куда здесь я конечно поднялся сюда но четко ты не вижу от дырочка есть и невидимая стенка по-моему что-то мне подсказывает что нам сюда топать не нужно может быть сюда тихо там можно пробежать да нам нам сюда и нужно по идее где-то ворачивайся красавчик мимо тачек за а вот счет опок точно расхранен две такие кнопки я нажал что-то где-то активировалась в шахте давай не знаю куда мне приведет тихо лапочка конечно взорвалась но не так громко как могло бы быть боже я послышу этот топок так 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 он все вынюхивает а вместо прожектора тихо 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 нам видимо нужно даже пропишет а вон еще одна кнопка игра сохранена спасибо большое чего только открыл да нет же вернулся чувак серьезно он он повернулся и там дата была маленькая щелочка красного свечения но раньше он меня так не ловил так продолжаем что это странно что в этот раз в вообще нет вот сейчас загрузился до активировал вентиль и его нет может он должен был исчезнуть но не исчез да всякое может быть но в любом случае его нет значит идем дальше нужно пройти это жуткое место может быть такое что он будет боссом реально как это рыба удильщик кстати такая работа подобные так и что вы мне предлагаете а он на лампу сел так мне немножко раздражает что он летает он вот зря сюда пришел я думал что здесь можно пройти вон ту фигню активировать но издарька казалось что там можно пройти эти как будто панель до какой-то на стене но на самом деле нет самом деле это не так работает он ничего не меняет они отменяют чуть-чуть пробежим отвернулись он точнее отвернулся сбегаем за ящик ждем не дышим он в другое место отвернулся так бежим 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 и скрип рубильник вижу а где игра сохранена он же обижены без зеркала на бокс не погнали зеркала теперь уже как порталы внутри одной реальности это круто а уж обжук обжук ай горячо лабиринты клетки ржавчины все что мы любим да мы конечно же запертые ворота для чего эти кнопки активируют я так не понял возможно решетку убрать да сейчас в теории каким-то макаром я должен нет на что-то по-прежнему заперта нам только что мы активировали а все ведь три лампочки вот что мы активировали все это время зибали огромные ворота и ведь три провода ведущие к этой панели с тремя лампами нужно нам нужно было так понимаю три кнопки нажать чтобы двери открылись а вот лестница есть так мы сможем спуститься до представьте он знает моей задумки уже поджидает меня снизу но это был бы сюрприз внутри она по крайней мере открывается да хорошо ну конечно же за мной побежал мы всегда я должен кого-то драпать боже-боже-боже главное чтобы не тупик главное чтобы не тупик он довольно шустро бегает кстати ему марафон бегать это выход это выход это выход все он обломился бога давненько я так не бегал последний раз столовый бегал так чтобы раньше всех взять самые ништяковские блюда тарелки с хавкой ну давайте посмотрим метро вроде как позади я поднимался возможно и вот знаете не люблю такие локации где всякие метро вот подземки такое себе угнетающие уровни мне больше нравятся заброшенные дома больницы всякие о ее ее как не штормит игра сохранена так друзья я не знаю если честно он дали достижение свежий воздух я судя по всему реальному выбрались на какую-то поверхность которая при этом вся обросла вот этой вот субстанция органической всей этой жижей ну что давайте на этом на расселе будем заканчивать эта серия была очень продуктивная мы многое узнали о сюжете о том что у нас есть ключ о том что нам нельзя попадаться этой ведьме и нам нужно возможно как-то ее запереть или как-то сделать так чтобы она в итоге не выбралась точно перестала кошмарить наши реальности все что будет дальше друзья будет в следующих сериях спасибо большое за внимание друзья ставьте лайки вступайте в группы вконтакте и жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео на канале желаю всем добра и позитива друзья всем пока пока